Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня у нас для вас новая игра, которая не потребует много вложений средств и сил. Что нам для нее понадобится? Нам понадобится обычный лист бумаги, можно плотный, можно обычный формат А4. Затем нам понадобятся обычные ватные палочки. В процессе создания этой игры я обратила внимание, что ватные палочки лучше, чтобы были хорошего качества, иначе будет размыкать сама вот эта ватная основа, и эстетично они будут выглядеть не очень. И нам понадобится что-то для окрашивания, например, гуашь, акварель, что-то такое. Удобнее окрашивать акварелью, они быстрее сохнут. Так, что мы делаем с ватными палочками? Мы их окрашиваем, но окрашиваем не просто так, а в соответствии с образцом. А образец у нас вот такой. Для чего он нам нужен? На нем нанесены вот такие вот кружки в произвольном порядке. Вы можете делать абсолютно любые кружки, не обязательно повторять именно такую цветовую последовательность, это вообще не имеет никакого значения для этой игры. Главное, чтобы были кружки разных цветов. Но когда вы будете окрашивать палочки, тогда уже обращайте внимание на кружки, потому что нам нужно, основная задача ребенка будет в том, чтобы эти кружки соединить между собой палочками. Главное, в правильной последовательности. То есть, перед ребенком выкладывается образец с этими кружками и выкладываются палочки. Задача ребенка в том, чтобы соединить палочками между собой кружочки, так, чтобы цвета совпадали. Например, вот у нас идет зеленый цвет на палочке с одной стороны, с другой стороны желтый цвет. Где у нас можно соединить кружочки? Вот у нас есть желтый кружочек, вот у нас есть зеленый кружочек. Соединяем. Также, кстати, у нас тут совпало, что можно вот и так, и так. Ну, в данном случае соединим вот так. Берем следующую палочку. Палочка имеет синий цвет и розовый цвет. Где у нас, как нам правильно соединить? Вот так. Можно делать, например, ребенку такие обманки, да? Как бы делаем с двух сторон, например, желтую палочку. Желтый цвет и желтый цвет. Ребенок думает, так, здесь у нас желтый цвет и здесь. Но палочки не хватает, чтобы их соединить. То есть, он должен ее отложить в сторону и сказать, нет, так мы соединить не можем. Зато мы можем соединить черный с желтым, например. И так все кружочки, которые возможно соединить, то есть, все палочки, которые перед ним разложены, он должен разложить в правильной последовательности. Если есть обманки, то он их должен выложить и объяснить, почему он не смог их использовать. Вот таким образом мы разложили все палочки. Вот таким образом ребенок должен разложить их. Вы можете делать их большее количество, можете делать меньшее количество. Это не так важно. Главное, что мы развиваем этой игрой. Во-первых, ребенок знакомится с цветом. Если ребенок плохо знаком с цветом, это задание будет ему даваться непросто. Поэтому сначала вам, конечно же, нужно закрепить знания про цвет. Вам нужно повторить с ребенком, где какой цвет. Поскольку здесь, например, используется такой оттенок, как розовый или оранжевый. Такие цвета. Их нужно все хорошо знать. Тогда ему будет справляться с заданием проще. И тут уже будет действовать логическое мышление. То есть ребенок должен сопоставить, где какой край, какого цвета и как их между собой соединить. Кроме того, здесь также задействована мелкая моторика. Поскольку, чтобы положить, взять, положить палочку на образец, нам нужно опять же совершать вот эти вот щипательные движения, да, мелкие. Которые активизируют наш мозг. Которые активизируют нашу речь. То есть одна сплошная польза. На этом у нас сегодня все. Как всегда, не забывайте ставить лайки. Мы очень ждем ваших комментариев. Подписывайтесь на наш канал. А кроме того, у нас отличная новость для тех, кто еще не знает. У нас появился свой телеграм-канал. Ссылку на который вы можете найти внизу в описании. На нем мы выкладываем много чего, чего не выкладываем здесь. Много полезностей. И подписывайтесь на него. Мы будем вас там очень ждать. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!